Какие факты в цифрах удивят людей? Работаю на пакетном заводе. В моем цеху 11 экструдеров, которые производят за 12 часов 3 тонны пакетиков фасовки. У нас таких 3 цеха на основном предприятии, майки производится еще больше. Плюс еще филиал, на котором также мотают мусорные пакеты из той же пластмассы. Итого, за сутки наш небольшой частный заводик выкидывает в мать природу около 25 тонн пакетиков, что около 75-100 тонн в месяц. И то, что мы печатаем зеленый лепесточек на заказных эко-пакетах, ничего не значит, кроме зеленого лепесточка. Вам стыдно купить пакетик в магазине? Ненужные цифры. За 2020 год я наклеил 3497 защитных стекол на телефоны клиентов, поменял 1987 дисплеев и 815 разъемов. Зачем я это считал? В составе белого хлеба Subway 26 ингредиентов, в составе серого хлеба 32 и серый на 15% калорийнее белого. Лепешка кажется более диетическим выбором, но на самом деле калорийнее хлеба почти в полтора раза. Легкий майонез называется так, так как содержит 63% жира, против 67% в обычном. Выбрав соус без майонеза, в составе вы сокращаете калорийность сэндвича на 25-40% в зависимости от остального состава. 10 литрового ведра краски для стен хватает на 70-80 квадратных метров, хотя все производители пишут, что на 100. Столовая ложка сарбента, над которым я работаю, за 15 минут удаляет из ЖРО почти все радионуклиды, сам становясь радиоактивным. Потом его можно испечь в керамику до размеров таблетки аспирина, и в таком состоянии он будет стабилен пару миллионов лет. Это огромный, но нахрен никому не нужный скачок в деле переработки радиоактивных отходов. Логистический центр за месяц печатает около 320 тысяч листов с накладными с 4 принтеров. Это выходит около 1600 килограмм бумаги. Работаю в Газпроме, выпиваю в день 1 чашку кофе, зернового и 2 чашки чая. В месяц страчу около 1000 листов бумаги. Реальный КПД около 10%, остальное вздрочь. Отчеты и подготовки ответов для Газпрома в Питере. У меня 29 автобусов, плюс 6 в резерве стоят. В среднем они проезжают 540 тысяч километров в месяц и сжигают 78 тысяч литров топлива. Ну там плюс-минус небольшой, но сломался, техобслуживание или еще что. На пачке кофе кофейни наваривают до 1000%, без учета стоимости оборудования, ЗП, баристы, аренды и т.д. Пачка кофе в зернах стоимостью условно в 1000 рублей продается в виде кофе примерно за 10-11 тысяч рублей. Понятно, что реальная прибыль ниже из-за сопутствующих расходов. Горно-обогатительный комбинат по добыче меди из-за сутки выпускает сотни тонн медного концентрата. В процессе производства из руды, кроме меди, выделяют другие металлы в небольших количествах. Например, в день в качестве побочного производства может выходить несколько килограмм чистого золота. Иногда в учете это золото может фигурировать как возвратные отходы, так как это, по сути, остатки от основного производства. Работая на пивзаводе, в 2008 году мы в смену разливали от 700 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч бутылок. Стоимость грязной бутылки была 2 рубля, а чистой 4 рубля. Вес квадратного метра противопожарной двери, который ставят в ТЦ и сейчас в жилых домах, равняется 33 килограммам. В питерском дивизионе сети супермаркетов «Азбука вкуса» на фабрике собственного производства на распечатку сопроводительных документов на продукцию отгрузка на магазины и партнерам уходит до 6 пачек бумаги ежедневно. Замена роликов на бедном принтере 2-3 раза в неделю. Рубрика «Знания о числах, которые вам нафиг не нужны». Работа в информационной безопасности. Если вас или вашу компанию будут взламывать, то в 98% случаев взлом будет осуществляться не с помощью уязвимости в системах, а с помощью взлома человека, то есть социальной инженерии. Фишинг и вишинг, вредоносные письма, служба безопасности Сбербанка тоже тут. Если вас и вашу компанию захотят взломать настоящие хакеры, то взломают с вероятностью 99,8%. Если это целевая атака, то по статистике вы заметите деятельность злоумышленников внутри инфраструктуры примерно через полгода. Больше 90% тут субъективная статистика. Компании не соблюдают требования законодательства в области защиты данных, в том числе и персональных, либо ограничиваются бумажной безопасностью, формально исполняя требования законодательства. То есть по бумагам все окей, на деле полный бардак. Все знают, что банка пива теперь не 0,5 литра, а 0,45. Литр молока не 1 литр, а 0,9 и так далее. Но мало кто знает, что сигарет тоже это коснулось. Ныне под форматом Slim 100 вам продают длину сигареты не 100 мм, а 98. Стандартный King Size и Super Slim стали короче тоже на 2 мм. Маркетологи говорят потребителю незаметно совершенно, а нам огромная экономия. Жители больших городов тратят в среднем чуть более двух суток в месяц на дорогу с работы до дома и обратно. Однажды в ролике на ютубе услышал, что аналитики при предсказаниях ошибаются чаще, чем угадывают. Я подумал, как такое может быть, что при равных шансах человек, умеющий складывать 2 плюс 2, больше склонен ошибаться. Я стал увлекаться прогнозами матчей в игре Huts, предсказывать исходы игры, исходя из уровня игроков, метовости героев и их синергии, и говорить перед матчем вероятность победы. Мой друг мне говорил, что я хорошо предсказываю и обычно прав. Однажды я решил записать 10 своих прогнозов и оказалось, что я ошибся 6 раз из 10. Все еще хочу попробовать еще раз, увеличив выборку. Работу на заводе ПАО «Казань Орксинтез». 11 лет отработал на печах пиролиза и видел нагрузку по сырью в основном 62 тонны в час. Сырье «Этан», подаваемый из Оренбурга. Из этого сырья путем нагрева и резкого охлаждения получается пирогаз. Смесь газов, основным элементом которого является этилен. Собственно, ради этого и затевается процесс пиролиза. В августе я перевелся в другой цех, который из пирогаза получает этилен, который в свою очередь перерабатывают в полиэтилен. Так вот, при нагрузке в 62 тонны в час по сырью мы получаем 42 тонны продукта. Того самого полиэтилена, который вы все знаете. Из которого делают трубы, как УТС, соединительные детали для полиэтиленовых изделий, ну и конечно же пакеты и прочие штуки. Есть такие технологии в мире фронт-энда, как React-GC, G-Quire и прочие. Они и называются библиотеки. Так вот, у нас в среднем по сложности проекте подключено 27 473 таких библиотеки. Это одна из причин, почему разработчики других языков не особо любят JavaScript. Но, как и во всех языках, у него есть свои плюсы и минусы. Небольшой завод по производству окон, одна линия, 62 сотрудника, способен выпускать до 200 конструкций за рабочий день. Себестоимость потраченных в день материалов составляет около 2,5 миллионов рублей. А прибыль от продажи этих же окон 6,5 миллионов рублей. Я юрист и занимаю несколько должностей по совместительству. На одной из них я занимаюсь выбиванием задолженностей с контрагентов нашего клиента. По этой задаче оплата у меня почасовая. До 10 часов в день 1000 рублей в час. После 2000 рублей в час. Первым этапом взыскания долга является обращение с исковым в суд. Для этого требуется оплатить пошлину пропорционально сумме иска, но не менее 2000 рублей. Так вот, бывают случаи, когда мы уже готовы судиться. Пошлина уплачена и тут должник просыпается и добровольно гасит задолженность. В таком случае пошлину можно вернуть, мы возвращаем. Но при этом для того, чтобы вернуть пошлину, требуется сделать платежное поручение. За его выдачу банк берет деньги, вдобавок бухгалтерия в той фирме на аутсорсе. Поэтому каждая платежка стоит в фирме 1000 рублей. Бывает так, что вернуть нужно всего 1-2 минимальных пошлины. Для этого нужно потратить минимум 2 часа на дорогу до суда и обратно, и не меньше часа на получение справок. Затем еще час на дорогу в налоговую и подачу заявления. То есть от 5 до 8 тысяч рублей может быть потрачено на то, чтобы вернуть всего 2 или 4 тысячи. Самое интересное, что когда я обратил внимание руководства этой фирмы на то, что они занимаются невыгодной фигней, мне ответили, что лучше они будут терять несколько тысяч иногда на таких делах, но мы при этом отработаем все подобные кейсы. Чем мы начнем избирательно к этому подходить и упускать то, что фирме положено вернуть. На мусоросжигательном заводе в Нюрнберге за год из шлака выбирается около 5 килограмм золота. Сжигается в среднем 800 тонн мусора в день. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я публикую еще больше контента, переведенного на русский язык специально для вас. А также, если не сложно, оставьте комментарий более чем из 4 слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо и всем пока!